Мир вам, дорогие друзья! Это уже, как видите, второе видео, которое мы записываем вместе со вторым братом-администратором, который сейчас меня снимает. И смотрите, прошлое видео, которое мы делали, оно было, так скажу, очень таким видео, которое заценили наши зрители. Это вызвало там, смотрю, и были и комментарии, и лайки, и дизлайки. Так что большое вам огромное всем спасибо, что вы смотрите, что вам интересно. Вам интересно то, что мы делаем, вам интересна работа канала, и вам стала интересна эта новая рубрика. Ну а в этом, также, кстати, после публикации в прошлый раз, нам были несколько звонков, где уточняли, точно ли на канале два администратора. Да, два администратора, никаких других больше нет. Но еще куратор у нас есть, известный служитель на Кавказе. На этом тот вопрос мы закрываем. Итак, в этом видео хочу ответить на вопросы и комментарии, которые нам пишут некоторые подписчики. Типа, почему вы на канале выставляете бородатые проповеди, старые проповеди, древние проповеди. Или пишут такие комментарии, как, допустим, ну, брать, что нету новых проповедей. И зачем выставлять старые проповеди, которым уже 5, 7, 10 лет, как говорится, которые уже, ну, якобы, типа, все посмотрели. Я хочу поделиться по этому поводу своими некоторыми мыслями. Ну, смотрите, давайте так. Как вы знаете, все наши проповеди, которые мы публикуем в нашем братстве, они все основаны на Священном Писании. То есть на Библии, на книгах Ветхого, Нового Заветов. И те, кто занимается, допустим, изучением, скажем, всяких разных богословских наук, в том числе науки о проповеди, он знает. Это как у меня, как вступление такое небольшое. Он знает, что проповеди бывают какие? Они бывают текстовые, когда берется конкретно текст Священного Писания, бывают назидательные, где в основном проповедники объясняют, как нужно вести правильно, допустим, христианский образ жизни. Есть проповеди апологетические, где берется какая-то тема, и эта тема разбирается, опять же, на основании Священного Писания. Ну, как правило, у нас все проповеди, которые мы выставляем, они смешаны. В одной проповеди могут быть признаки и того, и того, и другого. Так вот, теперь смотрите, про конкретно материалы, которые вы говорите там по несколько лет. И зачем их нужно, собственно говоря, выставлять. Смотрите, ну, дорогой друг, дело в том, что вот тот, кто считает, что не нужно выставлять или задает вопрос, зачем выставлять проповедь, которая прозвучала 5 или 7 лет. Но дело в том, что церковь растет, приходят новые люди, поколение тоже обновляется. Если вы эту проповедь слышали, не значит, что ее слышали за эти 7 лет, не значит, что ее слышали другие. Плюс наш канал смотрит не только верующие нашего братства, но еще и верующие не нашего братства, представители других деноминаций, просто неверующие люди, для которых эта тема будет интересна. Потом, смотрите, в наших проповедях идет, как правило, цитата Священного Писания. И на это Священное Писание полагается какой-то комментарий. Скажите, тексты Священного Писания, они изменились за последние вот эти вот 2000 лет христианства? Нет, они не изменились. А тема, которую мы поднимаем в Священном Писании? Ну, например, возьмем вот самое простое, допустим. Ну, самое, что первое может прийти, как говорится, любому христианину на ум, это тема Абоди. Тема Абоди, она за последние 2000 лет изменилась? Нет. Божественная природа Иисуса Христа, вот эта тема, она изменилась за последние 2000 лет? Нет, она тоже не поменялась. А учение о человеческой природе Христа? Нет. А изменилось ли учение о Святом Духе за последние 2000 лет? Тоже не поменялось. Учение о спасении, о крещениях или о христианском образе жизни. Поменялось оно со времен, допустим, апостола Павла или нет? Как мы знаем, апостол Павел в своих письмах половину уделял богословским каким-то темам, половину уделял практическим христианским образом, практическому христианскому образу жизни. Что-то в этом поменялось сегодня? Нет. Или за это время изменилась природа человека? Нет, она не изменилась. Изменились ли грехи? Потому что все грехи описаны в Библии, опять же. Это поменялось? Нет, это не поменялось. Поэтому наши проповеди, они также ослаблены и на Священном Писании, соответственно, вот эти все темы, которые поднимаются в проповедях, они тоже не изменились. Они как были актуальны 2000 лет назад, я считаю, они точно так же актуальны и сейчас. Плюс в каждом наших домах молитвы, надеюсь, есть библиотеки, в которых есть книги. И все мы читаем, допустим, книгу, о которой уже больше 10 лет, извините, а книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». А эта книга была написана в 17 веке, но она до сих пор как бы тоже является актуальной, потому что она тоже основана на Священном Писании. А те, кто читает, например, вот изучает историю христианства и может прочитать книгу, по-моему, Евсей веки Сарийского, она была написана в 4 веке. За это время она что-то поменялась в истории христианства. Нет, ничего не поменялось. Точно так же, что братья, которые интересуются богословием, они, допустим, читают, допустим, отцов церкви, которые писали во 2-м, в 3-м веке. Что-то поменялось в их учении. Ну, со временем, да, что-то там, может быть, какие-то человеческие мысли они туда могли вносить, но в целом это ничего не поменялось. Ну, например, допустим, я сам лично, скажем, читал письмо Дионисии Ареападиду апостолу Петру и такое ощущение, что это пишет наш брат Баптист. Хотя Дионисий Ареападид жил в 1-м веке нашей эры. Ну, и все, что он там цитировал в Священное Писание и мысли, которые он по этому поводу излагал, оно ничего не поменялось. Так же христианский образ жизни. Изменился ли христианский образ жизни за 2000 лет? Нет, он не изменился. Принципы христианского образа жизни, они как были 2000 лет, так и сейчас. Принципы, они не поменялись. А потом, когда нам говорят, что выставляете старые проповеди, братья, это очень большое благословение и счастье для тех, кто слушает проповеди, которым больше 10, 15, 20 лет, допустим. Брат проповедник, который говорил это слово, его уже, может быть, нету в живых, он уже у Господа. Но мы сегодня имеем возможность слушать его проповеди и назидаться теми истинами библейскими, которые он в своем слове нам преподавал. Точно так же, как многие проповеди раньше в 90-е годы записывались на кассетах, там братья говорили очень глубокие, назидательные мысли и очень большое, я считаю, большая трагедия, упущение, что мы не можем сегодня эти проповеди выставлять. И те, у кого есть аудиокассеты, которые могут их сегодня слушать, то есть помимо аудиокассет нужно еще что-то, на чем это можно слушать. Ну вот те, у кого это есть, братья и сестры, но вы счастливы, что вы можете слушать те проповеди, которые звучали в 90-е годы. И очень было бы хорошо, если бы кто-то мог их оцифровать и также выложить в интернет или прислать, допустим, нам. Это было бы для народа Божьего, это было бы действительно, это клад, понимаете, это целый клад. А потом, когда говорят проповедь старая, проповедь устаревшая, проповедь бородатая, это вообще, я считаю, оскорбительно для проповедника. Это оскорбительно для христианства. Это оскорбительно даже по отношению к Богу, который эту проповедь вдохновил, понимаете? Говорит, что она устарела. То есть вы фактически Богу, вы можете сказать, таким образом, Богу, что вот то, что те мысли, которые влагает проповедника, они со временем устареют. Извините, а Библия, которой мы пользуемся? Вы никогда не задумывались, что Новый Завет был написан 2000 лет назад? А первая книга, книга Библии «Бытие» за 2000 лет до Нового Завета, то есть примерно плюс-минус 4000 лет назад получается, что-то поменялось в этом? Или Библия за это время изменилась? Вы знаете, один брат, проповедник, сказал очень интересную мысль такую, что в христианстве нового ничего нет, кроме ересей. И мы знаем по истории церкви, что какие-то новые учения, которые приходили в церковь, они все проходили не на основании Священного Писания, а на основании каких-то мыслей, которые туда тот автор, собственно говоря, вкладывал. И вот эти мысли, они проходят эпохи, они устаревают. Где сейчас учение гностицизма или прочее? Оно устарело. А где евангельское учение? Оно здесь и сейчас, в наше время. Оно не устарело, оно продолжает до сих пор возрождать души, назидать души, потому что основано на Священном Писании. Библия, она как была актуальна 2000 лет назад, 4000 лет назад, так же она актуальна и сейчас, абсолютно. И все, что там описано о грехах, о природе человека, о природе Бога, о спасении человека, оно как было и в то время, на заре христианства актуально, так же точно оно актуально и сегодня, и в наше время. И для нас, я считаю, нужно, это большое благо, это нужно сказать Богу огромную благодарность, что мы сегодня имеем и Его Слово, и проповеди, которые основаны на Его Слове и в первом веке, и в 21 веке. Поэтому, братья, сестры, когда вы говорите такие фразы, как эта проповедь бородатая, устаревшая, и не нужно это все выставлять, братья и сестры, хорошо подумайте, для чего вы это делаете. Это фактически идет как бы укор Богу, что Его Слово, оно может устареть. Так что, давайте не будем говорить такие фразы, а благодарить Бога за то, что у нас в христианстве за 2000 лет христианства накопился богатый духовный опыт, который мы сегодня можем пользоваться, в том числе через интернет получать к этому доступ. Поэтому, за все, слава Богу, в том числе и за проповеди, которому уже 5, 10 и 2000 лет. Аминь. Ну, что могу сказать. В заключении, спасибо, что вы с нами, спасибо, что просмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш телеграм-канал, ссылки там в описании. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Задавайте вопросы, на которые мы будем отвечать в наших следующих видео, в наших следующих роликах. И пусть вас Господь благословит.